всем привет надеюсь все кто хотел послушать этот доклад уже собрались очень круто выступать наконец-то оффлайн жутко устала от онлайна видеть ваши глаза это супер классно у меня темная презентация я надеюсь будет хорошо видно но если что я дам ссылочку на нее можно будет отдельно и посмотреть если захочется что-то там руками потрогать там есть куча демок разных так что очень советую собственно сегодняшний мой доклад про вариативные шрифты это немножко так по лайтове по сравнению с тем что было до меня и будет после меня но без шрифтов в веб невозможен да мы все хотим чтобы текст на наших сайтах красиво выглядел классно отражал ту эмоцию которую задумал дизайнер ну и все в этом духе так что поговорим про шрифты а конкретно про вариативные шрифты представлюсь зовут меня алена батицкая я фронт-энд разработчик фрилансер преподаю еще я google девелопер эксперт в вебе редактор раздела верстки на доке и перевожу статьи для гугловского блога в том числе в общем кучей всяких интересных штук занимаюсь по любой из этих по любому из этих направлений если что можно мне написать на слайде есть мой ник по нему можно меня найти в телеграме твиттере и фейсбуке ну и собственно если вопросы по сегодняшнему докладу у вас появится тоже можно мне писать кстати а по поводу доки кто-нибудь слышал что это такое ура классно значит мы все делаем правильно надеюсь следующий раз когда я буду перед вами выступать уже гораздо больше рук будет если что ко мне можно подойти и взять наклеечку с булочкой окей на слайде ссылочка на эту презентацию бит ли в ф вариатор вариатор фонд омск по ней можно перейти и посмотреть эту презентацию со мной разобрались презентации разобрались давайте уже непосредственно к теме переходить собственно web очень многое унаследовал от типографского дела до в том числе шрифты вы наверняка все знаете что шрифты при печати раньше для станков набирались при помощи вот отдельных кубиков таких металлических на каждом кубике был отдельный глиф то есть отдельная буковка и в зависимости от того какого размера должен был быть шрифтом курсивный некурсивные в общем все вот это это были все отдельные кубики собственно ровно так шрифтовые дизайнеры и по сей день создавали шрифты то есть каждое начертание шрифта было в отдельном файле и если нам нужно было несколько шрифтов или несколько начертаний в нашем проекте мы должны были подключить несколько вот этих отдельных файликов вариативные же шрифты сильно в этот в этом месте отличаются от привычных нам шрифтов тем что все возможные начертания собраны в одном файле и мы можем гибко настраивать внешний вид нашего шрифта при этом не используя никакие дополнительные файлы собственно в основе вариативных шрифтов лежит вся мощь цифровых возможностей если можно так сказать то есть мы используем то те возможности которые нам предоставляет компьютер и отходим от вот этих типографских привычек небольшая историческая справка понятие вариативных шрифтов появилась 2016 году закрепилась она была и раньше были всякие разработки но закрепилась она в 2016 году когда вышла спецификация open type 1.8 или out 18 собственно в этой спецификации описаны все основы вариативных шрифтов то как оно задумано и как оно должно работать как я уже сказала самое основное отличие от стандартных привычных нам шрифтов заключается в том что все вся информация шрифте собрана в одном файле то есть все возможные жирности букв все возможные пропорции курсивность наклон там оптический размер что это такое тоже поясню чуть дальше вот это как бы такая супер фишка вариативных шрифтов что нам не нужно использовать много много разных файликов и собственно давайте покажу вам маленькую демку здесь вот hello world как раз набрано вариативным шрифтом и мы можем с вами менять жирность шрифта вот вы видите буковки становится жирнее прям сильно до от 200 у нас есть доступные значения до 900 и мы можем менять пропорцию это толщина буквы то есть насколько она широкая и здесь значение от 50 до 200 процентов и таким образом при помощи только этих двух настроек мы можем сильно изменять внешний вид нашей надписи и делать ее совершенно разные до тоненькой наивные такой или прям жирный увесистый уверенный хорошо читабельный только при помощи этих двух настроек да с текущими значениями от 200 до 900 для жирности и от 50 процентов до 200 процентов для ширины буквы мы получаем с вами 105 тысяч 851 вариант шрифтов при этом мы подключили один файл который весит 343 килобайта представьте себе что если бы вы были вынуждены по какой-то причине если вам это вдруг потребовалось подключать 105 тысяч 851 разный файлик с разными начертаниями шрифта но это вышло бы явно по весу больше чем 343 килобайта возвращаемся к спецификации и узнаем за счет чего же у нас эта магия получается да вот почему один файл дает нам такое разнообразие шрифтов спецификация описано что у вариативных шрифтов есть пять основных осей по которым они могут изменяться оси это вот точечки в каждом глифе до по которым этот глиф может изменяться там высота толщина толщина линии и так далее собственно 5 основных осей насыщенность пропорция курсивность наклон и оптический размер вот слева название этих осей а справа их буквенное обозначение которое мы в дальнейшем будем с вами использовать в css для того чтобы менять значение этих осей вы видите что каждая ось названа четырехбуквенным сокращением кроме этих пяти основных осей шрифтовой дизайнер может заложить в шрифт любые кастомные оси которые он посчитает нужным единственное требование которое есть к этим кастомным осям чтобы они тоже назывались четырехбуквенным сокращением и принято их называть заглавными буквами для того чтобы визуально можно было отличить где основные оси а где кастомные оси причем основные оси не обязательно должны быть все в шрифте например на сайте google fonts есть раздел с вариативными шрифтами и там очень классно описаны все оси которые доступны для этого шрифта например в этом шрифте есть три основные оси кирилличность оптический размер и жирность и есть две кастомные оси soft и вонг чем еще хорошо такое описание что здесь мы видим сразу дефолтные значения этих осей минимальные максимальные значения и шаг с которым мы можем эти значения менять как правило во всех вариативных шрифтах есть хотя бы какая-то минимальная документация в которой вы найдете описание всех доступных осей и их значения отлично мы поняли что такое вариативные шрифты за счет чего магия создается поняли что у нас существует оси давайте разбираться с тем как с этим совсем в коде работать для начала нам нужно подключить наш вариативный шрифт и вспомним как мы обычно подключаем шрифты в проект мы например перетаскиваем файлики в папочку нашего проекта и начинаем в css писать font face и подключаем например прошу прощения например нормальный стиль шрифта и нормальную жирность такую стандартную базовую затем нам понадобилось это кириллическое начертание мы подключаем значит следующий font face пишем пишем font style italic это же нормальная жирность шрифта а потом нам потребовалось еще тонкое начертание а потом еще жирное кириллическое начертание в общем так мы делаем до бесконечности до тех пор пока не опишем все необходимые нам начертания что же с вариативным шрифтом собственно вся вся прелесть единственного файла со шрифтом заключается в том что нам потребуется всего одно правило font face здесь особенность в том что нам нужно будет дважды продублировать строчку в срц она практически ничем не будет отличаться путь до файла одинаковый единственное что нам нужно будет в формате в круглых скобочках написать формат файла и в первом варианте пишем supports variations это тот стандарт который приходит сейчас в браузеры и во второй строчке пишем формат файлы и через тире variations это тот стандарт который раньше был но уже потихоньку отмирает и со временем заменится на верхнюю строчку и таким образом как бы при помощи дублирования этих двух строк с небольшим изменением мы поделим как бы обеспечиваем поддержку и старых браузеров и новых браузеров старых я беру в кавычки потому что не очень старых вариативные шрифты не так давно стали поддерживаться еще две строчки которые нам здесь потребуются что это за свойства и как они работают я обязательно расскажу буквально парой слайдов позже но сейчас важно запомнить то что нам нужно будет прописать фонд вейт с начальным значением и конечным значением то есть здесь два значения а не одно как мы привыкли обычно писать и фонд стрейч 50 процентов и 200 процентов но здесь тоже начальное значение и конечное значение этой оси для чего это нужно это нужно для того чтобы браузер правильно смепил те значения которые есть в файле со шрифтом с теми значениями которые вы будете писать в css то есть мы просто ему даем понять мы будем работать вот в таких вот рамках отсюда и до сюда супер шрифт подключили но бывают проекты в которых мы должны поддерживать старые браузеры до старые которые еще не внедрили вариативные шрифты в поддержку для этого советую вам воспользоваться вот таким вот кодом чтобы обеспечить поддержку из старых шрифтов и вариативных шрифтов почему именно так стоит написать маленькая отсылка к тому как браузер подгружает шрифты как у него устроен механизм он подгружает шрифты не в тот момент когда он доходит до блока фон фейс а в тот момент когда он находит этот шрифт в коде ниже то есть когда он видит использование этого шрифта и в случае с таким кодом да когда мы используем supports и проверяем что поддерживается свойство работы с вариативным шрифтом браузера загрузит только вариативный шрифт а если это свойство не поддерживается то он загрузит стандартный шрифт но обычный к которому мы привыкли не будут загружены и тот и тот шрифты да таким образом мы получаем экономию места до не загружая оба варианта шрифтов хорошо вернемся к нашим основным осям и посмотрим какие свойства отвечают за эти оси при помощи каких css свойств мы можем работать с этими осями гибко их настраивать и менять внешний вид здесь будет и свойства с которыми вы уже знакомы и работаете если вдруг верстаете и новые свойства про них тоже расскажу за насыщенность у нас отвечает знакомая очень знакомые я уверена свойства фонд фейд пропорция фон стрейч курсивность фон стайл наклон тоже фон стайл но со своими фишечками со своими особенностями синтаксиса и оптический размер фонт оптикал сайзинг давайте про каждое поговорим отдельно покажу демки как это все работает собственно свойства фонд вейд как мы сейчас можем работать с этим свойством мы можем в качестве значения задавать цифры до числовое значение кратное 100 то есть 100 200 300 400 и так далее до 900 в случае с вариативными шрифтами у нас шаг изменение значения становится единица то есть мы можем задавать любое значение в диапазоне от минимального до максимального я специально использовал фонд вейд 201 и фонд вейд 856 это близкие к крайним значениям но все равно не кратные 100 и браузер прекрасно понимает их и обрабатывает ровно так как нужно вы видите что слева шрифт у нас такой тоненький тоненький а справа очень увесистый читабельный это все рабочие демки если захотите можно будет зайти и там посмотреть на этот шрифт например отдельно или что-то поменять поиграться со значениями с фонд вейд все прям супер очевидно да и работает практически так как мы привыкли следующее свойство которое возможно вам пока не знакомо это фон стрейч она отвечает за ширину буквы в шрифте и здесь мы значение указываем в процентах берем значение в диапазоне доступном в этом шрифте и значит слева например значение 55 процентов справа почти 200 процентов шаг у этого свойства обычно 0 1 то есть даже не единица а еще более гибко мы можем настраивать отображение букв и вы видите да прям явная разница между текстом причем спецификации описано что мы можем в качестве значения для фон стрейч так секунду меня вот для фон стрейч прописывать ключевые слова они перечислены на слайде но проблема в том что это не работает пока по крайней мере не работает причина в чем в том что для работы ключевых слов в самом шрифте значение этой оси должны быть ровно такими как сопоставление да вот с этими ключевыми словами то есть ширина букв должна быть от 50 до 150 процентов строго то есть вот этот диапазон и каждый шаг там изменения значительного изменения должен быть в депо вот вот с этими значениями там 75 100 125 и так далее я пока не находила ни одного шрифта в котором бы это было вот так поэтому ключевые слова пока не работают возможно чуть позже браузеры допилят как-то поддержку и сделают более гибкую гибкую как сказать вот это вот перевод в процент да потому что ключевые слова у нас же при компиляции при обработке они переводятся в числовое значение может быть это когда-то заработать по-другому но пока используйте просто процентное значение не используйте ключевые слова идем дальше и смотрим на ось кире личности то есть это вот имитация ручного текста здесь тоже все супер стандартно и очень очевидно свойства font style со значением italic или normal тоже там внешняя разница видна между текстом а теперь перейдем к не очень очевидному использованию свойства font style для наклона нашего шрифта причем не стоит путать курсивности наклон до курсивность это попытка имитации ручного написания а наклон это просто вот берем и наклоняем по спецификации у нас у font style появляется возможность записать такое составное значение пишем облик то есть обозначаем что будет дальше наклон и после него пишем в градусах ту степень наклона которая нам нужна то есть градусы это дегрис и вы может быть сидеть сейчас и думаете а как бы типа чем разница а на самом деле разницы нет потому что так не работает браузеры пока не поддерживает такое составное значение они понимают только либо просто italic либо просто облик но не понимают облик с наклоном как это починить расскажу буквально через пару слайдов пока посмотрим на последнюю оставшуюся ось и это ось font optical sizing сразу не мучайтесь здесь тоже нет никакой разницы потому что это тоже не работает а почему не работает по логике вещей мы хотим для свойства фонда optical sizing задать минимальное там ну как в данном случае минимальное значение 6 или максимальное значение 96 в этом шрифте доступная и получить какой-то результат внешне и внешне различимый но как я уже сказала это не работает потому что сейчас в браузерах у свойства фонда optical sizing доступны два значения авто и нам то есть никаких чисел мы туда записать не можем авто говорит браузеру так браузер если ты видишь что шрифт маленький маленького кегля там тоненький какой нибудь то ты можешь включить механизм оптимизации оптического размера и сделать его там более читабельным а если ты видишь что шрифт большой там уверен и увесистый то ты можешь отключить этот механизм оптического оптимизации оптического размера и пусть он как бы он и так прочитается и все его поймут но и нам естественно отключая да это поведение возможно в дальнейшем мы придем к поддержке числовых значений у этого свойства но пока пока довольствуюсь довольствуемся тем что есть и используем вот это прекрасное свойство она восхитительное замечательное это прям комбайн по работе с осями вариативных шрифтов причем она позволяет нам работать не только со стандартными питьюши осями шрифта но еще и с кастомными то есть как вы наверняка заметили до до этого не было никаких свойств позволяющих работать с кастомными осями шрифта чинем собственно те две оси которые не работают так как мы хотим первое наклон мы пишем font variation settings дальше в кавычках пишем вот это четырехбуквенное название оси с которой мы хотим поработать и дальше указываем значение для этой оси причем указываем без единиц измерения браузер нормально понимает где какие единицы нужно подставлять и вот теперь у нас появилась разница между левым и правым примерами да слева немножко наклонился текст чинем следующую ось оптического размера и тоже в кавычках указываем четырехбуквенное обозначение и используем те прекрасные цифровые значения которые прописаны у нас шрифте и тоже видим разницу что слева у нас перекладины уверенные читабельные наклонная черта у икс тоже видно о нет никаких пробелов а справа у нас вот эти перекладинки сверху и снизу о и наклонная черта у икс они прям тоненькие тоненькие и особенно на темном фоне плохо различимые плохо читабельны вот в этом вот так работает собственно оптический размер ну и как я уже сказала font variation settings позволяет нам работать не только с основными осями но еще и с кастомными а еще мы можем работать со всеми нужными нам осями сразу внутри одного свойства слева дефолтное начертание со всеми стандартными базовыми значениями и справа изменяем толщину шрифта изменяем кастомную ось софт она отвечает за вот эти вот скругления всяких уголочков буквы и оптикал сайзинг ставим на 9 тоже разница сильно видна как вы видите font variation settings прекрасно и замечательно вы будете его много использовать если будете работать с вариативными шрифтами но нужно знать какие есть минусы у этого свойства первый минус этот как бы этот минус он общий для всех шорткатов мы вынуждены будем переписывать все значения этого свойства даже если нам нужно будет поменять только одной из из вот из всей цепочки и второй минус более существенный на мой взгляд это то что она не наследуется в отличие от всех тех отдельных css свойств которые по идее предназначены для работы с основными осями я встречала в интернете какой-то костыль с кастомными свойствами которые сами по себе наследуются и вроде как при помощи них можно решать вот эти недостатки этого свойства но это выглядит больше как попытка исправить то что должно работать по другому так что возможно в ближайшее время особенно если вы заинтересуетесь этой технологии начнете этом изучать внедрять как-то и сможете повлиять на браузеры вы же наверняка знаете да что можно в бэк трекера прийти и сказать что работает не так как мы хотим то все исправится и все заработает как надо я рассказала вам прям самую самую верхушечку айсберга работы с вариативными шрифтами на самом деле уже сейчас есть множество css свойств для работы с ними я их разместила на слайде и на самом деле они уходят так вот ну это жада первого специальным просто чтобы показать что их уже очень много если вам будет интересно и я уверена вы сможете с ним ознакомиться и посмотреть как можно один и тот же казалось бы шрифт до из одного файлика очень круто менять и совершенно он будет по-другому выглядеть если использовать комбинации этих свойств собственно мой посыл да в этом докладе вариативные шрифты классные они реально очень крутые это прям такой шаг в будущее по сравнению с тем какое наследие мы тащили все это время из типографских времен но как всегда у любой классной технологии есть свое но все наверняка ждали этого момента и это даже не поддержка обычно обычно в этот момент показывает такой красный к на юс что мол нигде не поддерживается но на самом деле с вариативными шрифтами и поддержкой в разверах все классно там 93 процента поддержки но мы не берем там и ей и опера мини в расчет в чем же проблема то тогда да а проблема подкралась оттуда откуда вообще не ждали нормальных шрифтов их либо нет либо они очень дорогие то есть проблема не в нас и проблемы не в браузерах как это часто бывает в вебе проблема на той стороне у шрифтовых дизайнеров они привыкли делать шрифты так как делали до этого все эти годы до отдельные глифы отдельные начертания в отдельных файликах это удобно можно каждое начертание отдельно продавать а еще это вебом все не ограничивается можно это еще там в типографское то же самое дело отдавать или в какие-нибудь епапы или еще что-нибудь или как-то по-другому этот шрифт использовать а для того чтобы на вариативные шрифты переходить надо как-то перестроить себя да там переучиться нужно овладеть какими-то новыми навыками для того чтобы правильно вот эти все оси там в своих шрифтах прописывать прорисовывать чтобы не было никаких скачков и прочего в общем им надо учиться чему-то новому а зачем если как бы и так все прекрасно работает а те ребята которые научились уже делать вариативные шрифты они могут себе позволить загнуть цену за них потому что сейчас это дефицитный товар и в принципе кому надо те купят за любые деньги так что вот вот так внезапно просто нет нормальных шрифтов те которые там я использовала в демках или которые находила по ходу подготовки доклада у них есть у каждого какие-то свои болячки там например не плавно меняется жирность да а каким-то скачками прям явно видна разница значит ось неправильно прорисована в общем ждем когда шрифтовые дизайнеры тоже осознают насколько круто делать вариативные шрифты собственно к цитата известного музыканта я в будущее смотрю с оптимизмом мне очень нравится эта технология я уверена что у нее очень большое будущее потому что цифровизация вот это все дамы все переводим в в той или иной степени так что я уверена что вариативные шрифты найдут свое место в ваших сердечках ссылочки которые помогли мне при подготовке этого доклада есть довольно хорошие статьи на русском языке в том числе и ссылочка на спецификацию и в конце есть пара классных песочных песочниц в которых можно прям in real time поиграться с вариативными шрифтами там вплоть до того что даже анимации иконочек сделаны при помощи осей очень круто советую ну и на этом все спасибо большое за внимание